Это время региона и мы продолжаем. Скоро страна отметит еще одну знаменательную дату – 100 лет революции. В Архангельске в камерном зале Кирхи вспомнили тех, кто пал на поле боя. Первое подобное для поморья мероприятие состоялось в форме пресс-конференции и концерта размышления, классическая музыка, литературные отрывки и воспоминания. Смотрите прямо сейчас. Под музыку Рахманинова, Скрябина, Свиридова, Шопена, Баха и Франка в необычном концерте прозвучат стихи реальной истории свидетелей тех лет. Филармонический камерный оркестр готовится к первому подобному выступлению, последней нотой перед началом. Память, связующая нить, концерт размышления. Формат выбран не случайно. Эта мысль в первую очередь связана с благодарной памятью о самых светлых, самых достойных, самых порядочных наших соотечественниках. В стержне концерта несколько историй о людях, имена которых всем в Архангельске известны. Но может быть сегодня эти имена прозвучат как-то иначе. Концерт покаяния, концерт размышления, литература, музыка – все в одном большом событии. Октябрьская революция в Архангельской губернии наступила с запозданием зимой 1918 года. На лесозаводах сократилось производство, началась страшная безработица. Вагоны с хлебом, направляемые в Архангельск с юга России и Сибири, исчезали в пути. Уже весной 1918 запасы продовольствия сократились настолько, что губернский продовольственный отдел призвал население уменьшить потребление и готовил народ к худшему исходу событий. Стали открываться клубы большевиков. Численность их достигала 400 человек. Но за пределами города влияние их оставалось незначительным. Быстрее всего новое правительство признали те города, где имелись флотские и воинские команды. Так происходило на Мурмане, Вонеге, в Кемпском уезде. Летом в Шенкурске начались бои между отрядами Красной армии и мобилизованными. В Пиньжском уезде последние отказывались ехать в Архангельск и требовали оружия. Применять террор не было сил. Архангельск висел на волоске. Спустя столетия столицы Поморья чтят память всех жертв страшной революции. Организаторами концерта выступили Культурно-Просветительский фонд Сретень и Поморская филармония. Подобные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в рамках акции национального покаяния «Имеющие надежду». Монтина приходит Кадеана Чеченидзе, Сергей Зелинский. Время региона.